Вице-спикер польского сейма, мы всегда делаем шаги навстречу Украине, Европейская правда, Украина Юрий Панченко Европейская правда, Украина 24 февраля 2020 года Европейская правда воспользовалась возможностью задать несколько вопросов вице-спикеру сейма Польши Малгажата Гасевской Не обошли вниманием мы тему возможных выборов на территории Ордла, ведь Малгажата Гасевская является автором доклада «Российские военные преступления на Восточной Украине» в 2014 году, для подготовки которого ей неоднократно приходилось бывать в Донбассе Разговор состоялся во время форума Европы-Украина в польском городе Жешув Наш сейм не был, не является и никогда не будет пророссийским Европейская правда, Украина и Польша еще в прошлом году объявили о перезагрузке отношений Можно ли уже говорить о результатах? Малгажата Гасевская По состоянию на сегодняшний день важным результатом улучшения отношений является снятие, Украиной, моратория на поисково-эксгумационные работы, касающиеся жертв Второй мировой войны и Волынской резни Это очень важный шаг, необходимость которого так долго обсуждалась двумя сторонами Здесь я должна обратить внимание на то, что наличие этой проблемы между нашими странами часто использовалось для искусственного обострения наших отношений, в том числе, со стороны Российской Федерации РФ умело играет на этой теме, устраивая провокации, как на Украине, так и в Польше, дополнительно обостряя эту проблему В такой ситуации крайне сложно расширять наши отношения, в частности, развивать экономическое сотрудничество, поддерживать украинские инициативы Я хорошо чувствую влияние этой агентуры Будучи политиком, активно продвигающим диалог с Украиной, неоднократно сталкивалась с агрессивной критикой определенных кругов, действующих в Польше Можно ли в таком контексте сказать, что новый Сейм стал более антиукраинским? В первую очередь я имею в виду вхождение в парламент Конфедерации, который использовал антиукраинские лозунги Я предпочла бы не говорить об отдельных политических силах, а акцентировать внимание на проблемах, которые нас разъединяют Одно из них, безусловно, является волынь Нам нужно исправить ошибки, которые сделали возможным появление такой риторики Нет сомнений, что если эти болезненные темы объяснить до конца, то станет невозможно использовать их в политических целях Речь идет как об антипольских силах на Украине, так и об антиукраинских в Польше Отвечая на ваш вопрос, хочу подчеркнуть, не вижу никаких оснований считать польский парламент антиукраинским Ни нынешний, ни предыдущий Да, существуют единичные политики, которые играют на украинской теме, но это те же самые политики, которые аналогично грубо пытаются играть на литовской теме, используя в своих целях проблемы польского меньшинства в Литве Поэтому я бы не говорил об антиукраинских настроениях Скорее, стоит говорить об отдельных пророссийских политиках Хорошо, тогда я откорректирую свой вопрос Действующий Сейм стал более пророссийским? Уверяю, наш Сейм не был, не является и никогда не будет пророссийским Но можно ли говорить об усилении пророссийских сил в нем? Не уверена У нас всегда были политики, которые выступали за сближение с Российской Федерацией, однако они никогда не были влиятельными Возвращаясь к теме исторического примирения Украина уже сделала первый шаг Будет ли аналогичный шаг делать Польша? Я не понимаю вашего вопроса, ведь Польша всегда делала шаги навстречу Украине Как в последние годы, так и ранее, причем независимо от действий Украины Лично я много времени провела в поездках по Донбассу, часто за рулем авто, в котором сидели эксперты, которых мы привезли, чтобы они увидели последствия российской агрессии Я делал это, не дожидаясь каких-то обратных шагов со стороны Украины Поэтому я очень вас прошу, не надо ставить вопрос таким образом Хорошо, однако после снятия Украины моратория мы столкнулись с ситуацией, когда нападения на украинские захоронения не прекратились Я уверена, что мы на правильном пути Оставим историю историкам, дадим им возможность дискутировать между собой, а сами рука к руке пойдем дальше Аналогично, относительно упомянутых провокаций Реагируем на них, ищем виновных, однако не дадим провокациям повлиять на будущее наших отношений Возможность выборов в Донбассе сейчас выглядит лишь теоретической Давайте тогда поговорим о Донбассе Как вы оцениваете планы украинской власти провести там местные выборы уже в этом году? Это задача украинской стороны, оценивать, есть ли основания надеяться на проведение таких выборов в соответствии с демократическими стандартами Ведь выборы, это не только по счет голосов, а гораздо более широкий процесс Насколько нам известно, президент Зеленский тоже придерживается мнения, что обеспечат такой демократический процесс под дулами автоматов В условиях давления на гражданское население просто невозможно Пока украинская власть придерживается этого принципа, у меня нет оснований для беспокойства Поэтому возможность таких выборов сейчас выглядит только теоретической У России нет намерения выводить свои войска, сворачивать поддерживаемые ею сепаратистские образования и обеспечивать на Донбассе реальное волеизъявление При любом сценарии мы внимательно следим за украинско-российским диалогом по этому вопросу Сейчас много говорят о постепенном прощении России В качестве примера, ее возвращение в пассе Как Украине и Польше не допустить такого сценария? Мы продолжаем обращать внимание как на разрушение ими международного права, так и на ситуацию в самой России Ведь как мы имеем проблемы с РФ, как Украина имеет проблемы с РФ, так и российские граждане имеют проблемы со своим государством И мы убеждаем, что Европа не имеет права закрывать на это глаза РФ хорошо показывает миру, кто на самом деле ведет войну на Донбассе Но почему именно сейчас инициативы по прощению РФ стали такими удачными? Я бы не стала говорить о прощении Мы видим продолжение санкций за российские действия в Крыму и в Донбассе За морозку северного потока 2. Постепенное увеличение военного присутствия НАТО в Польше и других восточноевропейских странах Это все не дает мне оснований говорить, что прощение РФ уже существует Как вы думаете, нынешняя активизация диалога Украины с РФ играет на руку сторонникам такого прощения? Я бы не хотел отвечать на вопрос, который в значительной мере находится в сфере внутренней политики Украины При этом никоим образом я бы не хотела утверждать о ненужности такого диалога Совсем наоборот, он должен быть, даже ради того, чтобы вернуть домой задержанных лиц из Крыма, из Донбасса или из РФ Это важное дело, ведь оно касается жизни конкретных людей Но такие задачи не должны подменять понимание, какова конечная цель такого диалога и какую форму он принимает Добавлю еще один момент В этом диалоге Российская Федерация хорошо демонстрирует миру, кто на самом деле осуществляет войну в Донбассе Это окончательно показывает, какое место занимают так называемые сепаратисты в планах РФ И какова истинная роль России в разрешении этого конфликта Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ